Женщина шла наискосок через мост прямо на Равика. Она шла быстро, но каким-то нетвердым шагом. Равик заметил ее лишь тогда, когда она оказалась почти рядом. Он увидел бледное лицо с высокими скулами и широко поставленными глазами. Это лицо оцепенело и походило на маску. В тусклом свете фонаря оно казалось безжизненным, а в глазах застыло выражение такой стеклянной пустоты, что Равик невольно насторожился. Женщина прошла так близко, что едва не задела его. Он протянул руку и схватил ее за локоть. Она пошатнулась и, вероятно, упала бы, если бы он ее не удержал. Равик крепко сжал руку женщины. — Куда вы? — спросил он, немного помедлив. Женщина смотрела на него в упор. — Пустите! — прошептала она. Равик ничего не ответил. Он по-прежнему крепко держал ее за руку. — Пустите меня! — Что это? Женщина едва шевелила губами. Равику казалось, что она даже не видит его. Она смотрела сквозь него, куда-то в пустоту ночи. Просто что-то помешало ей, и она повторяла одно и то же. — Пустите! — меня! Он сразу понял, что она не проститутка и не пьяна. Он слегка разжал пальцы. Она даже не заметила этого. Хотя при желании могла бы легко вырваться. Равик немного подождал. — Куда же вы, в самом деле? — Ночью, одна, в Париже. Спокойно спросил он еще раз и отпустил ее руку. Женщина молчала, но с места не сдвинулась. Раз остановившись, она, казалось, уже не могла идти дальше. Равик прислонился к парапету моста. Он ощутил под руками сырой и пористый камень. — Уж не туда ли? Он указал вниз, где, беспокойно поблескивая в сероватой мгле, текла сена. Женщина не ответила. — Слишком рано, — сказал Равик. — Слишком рано, да и слишком холодно. Ноябрь. Он достал пачку сигарет, затем нашарил в кармане спички. На картонке их оказалось всего две. Слегка наклонившись, он прикрыл ладонями пламя от легкого ветра с реки. — Дайте и мне сигарету. Бесцветным голосом произнесла женщина. Равик выпрямился и показал пачку алжеерские. — Черный табак. Его курят солдаты иностранному легиона. Пожалуй, для вас слишком крепок. Других нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова